Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Построить по-настоящему крепкие и долгосрочные отношения могут далеко не все. Не всем это удается, тем более с первой попытки. Но если и случается разрыв и разрушение отношений, то чаще всего на одном из пяти этапов, через которые проходит каждая пара без исключения. Но что это за пять этапов и почему они так важны? Об этом мы расскажем в этом ролике. Первая стадия. Влюбленность и опьянение. На первой стадии обычно решается, будут строиться отношения или нет. На этой стадии две половинки либо влюбляются друг в друга, либо ставят точку в своих взаимоотношениях. Если отношения строятся, то оба надевают розовые очки. Обоим все нравится друг в друге. Каждый видит только хорошее во второй половинке. Каждый пытается произвести максимально положительное впечатление. С одной стороны, это самый волшебный и даже самый приятный этап. Но с другой, именно от него зависит многое. Например, как минимум, все зависит от того, насколько сильно каждый будет пытаться понравиться второму. Некоторые начинают притворяться и врать, преувеличивать свои достоинства и не только. Но позже выясняется, где было притворство или ложь. И в итоге, все это разрушает отношения. Второй этап. Создание пары и жажда былых страстей. На втором этапе происходит то, к чему многие как раз таки и рвутся. Речь идет о создании полноценных отношений, полноценной пары. С одной стороны, это то, чего каждый и хотел в начале отношений. Но с другой, на этом этапе может присутствовать и разочарование. Но не во второй половинке, а в самих отношениях в целом. Пропадает былой накал страстей, былая любовь, влюбленность. Розовые очки разбиваются о скалу реальности. В то же время многие современные молодые люди упускают все это и просто наслаждаются отношениями. Что и неудивительно, создание полноценной пары – это тоже успех. И многие им довольны. Но у большинства пар на этом этапе обычно и происходит разрыв. Именно на этом этапе может произойти расставание. И поверьте, приугадать в данном случае, как пойдет дело, очень и очень сложно. Третий этап. Разочарование и жажда бегства. На третьем этапе отношений большинство пар сталкиваются с полным разочарованием. И причем по всем фронтам. Кто-то начинает разочаровываться во второй половинке, сталкиваясь с реальностью и узнавая нежелательные и не всегда приятные подробности о личной жизни и прошлом второй половинки. Другие сталкиваются с разочарованием в отношениях в целом. Тут уже играют важную роль ссоры, разногласия, конфликты и то, как из них выходит пара. Неспособность смириться с недостатками отношений и второй половинки и сильное разочарование, как раз таки и приводят на третьем этапе к расставаниям. Процентная ставка расставаний слишком большая. Четвертая стадия. Настоящая любовь. Парам, что смогли пережить третью стадию отношений и не разрушить все, что было построено до этого, удастся познать настоящую любовь. Именно на четвертой стадии и возникает любовь, какой не описать словами. Любовь, на которой склеивается все, что строится парой. Тут уже друг другу обе половинки становятся друзьями и психологами, людьми, которые всегда оказываются рядом. Разойтись на этом этапе сложно. Даже в сильных ссорах две половинки будут тянуться друг к другу. Пятая стадия. Уважение и взаимность. На пятой стадии оказываются лишь половинки, что созданы друг для друга. Избранные, так сказать. И обычно эта стадия приходит на восьмом-десятом году отношений. Тут уже речь не идет о громких словах о любви. Здесь речь идет о взаимном уважении и понимании, нормальном отношении к недостаткам друг друга. Этот этап продлится до самого конца, если он был достигнут. По крайней мере, так говорят психологи. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.